Вот очередной отель, Севью называется, на берегу, старинный английский стиль. Посмотрите, сколько старинных картин на стенах, обязательно кораблики на окнах, вот такая сервировка. И с этой стороны какие-то все картинки, и вы знаете, ну здесь все как-то, я вижу какие-то пароходы корабли, по-моему, как бы даже не Титаник, вот там наверху, да. Это вот все подбирают, и это все тоже стоит денег, друзья. Вот эти модные картинки английских капитанов, это типа шаржей таких, не знаю. Это какой-то очень известный художник, потому что можно часто встретить, но я, к сожалению, не помню. Очень красиво, подобрано все с любовью, в старинных рамах. А это же все настолько ценно, посмотрите. Вот такая малюсенькая ситин-рум. Здесь люди есть, конечно, но не так много. Хотя у нас уже открылся пляжный сезон, сезон каникул. С июня месяца начинается, и будет очень много людей. Приедут с материка, с машинами, все везде пробки. Даже сейчас уже начинаются пробки, вы знаете. Тут же начинаются всякие регаты у нас все лето. Вот здесь еще вот такое помещение оригинальное. Ресторан. Довольно большой, видите, бар. Еще один очень колоритный. Стойка бара украшенная. Традиционно английский стиль. Конечно же, камин. Видите, да? Вот, украшен старинными портретами какими-то опять. Здесь штурвал корабля. Здесь еще вот это очень распространенное явление. Это узлы морские. Название их, как они вяжутся, показано. Тоже можно встретить очень часто вот такие доски. Любят украшать ими пабы в Англии. Кстати, вот такие подставочки под пиво, видите? Ну, они просто плотная картонка. Я раньше коллекционировала, когда мы ездили с мужем. Постоянно он меня возил в разные бары. Я коллекционировала вот эти подставки. Вот старинная карта нашего острова. White. Кому интересно. Вот здесь вот я живу. В райде. Вот здесь вот находятся Шанклин старые. Old Village. Вот здесь находится Вентнер. Вот здесь Нитон. Маяк Святой Екатерины. Самые южные мыс острова. Маяк Святой Екатерины. И дальше. Вот это вот Ниддлс. Видите? Вот так. Ньюпорт. Вот он посредине. А там Каус. Ист и Вест Каус. А здесь вот фотография этого здания, этого отеля. Как он выглядел сто лет назад. А это вот улица, по которой мы с вами смотрели розы, вот 50 лет назад. Вот вид на пролив. Вот такие старинные автомобили ездили по улицам. Которые сейчас ретро. И стоят очень дорого. Такой раритет. Вот здесь даже показано, видите, билет. 904 год. Вот этот отель Севью. Вот здесь такая маленькая консерватория перед входом. Вот такое кафе перед входом. И вот этот дом. Как он выглядит теперь? Отель Севью. Вот такой полный вид. Отель Севью. Вы понимаете, насколько у них сохраняется вся история. Любого здания. С любовью. Фотографии. Все это в общем доступе. Пожалуйста. И вот англичане хранят этот стиль. Вот опять английские маленькие садики. Перед домом показываю вам. Только отцветают одни цветы. Как тут же начинают расцветать другие. Вот уже вовсю цветут розы. Вот этот дом. У него тут такой красивый консерваторий. Хотя, конечно, пристроечка эта, видите, сделана между двумя домами. Но очень симпатично. И красивый садик возле дома. Хожу по улицам. Гуляю. Специально показываю вам все вот эти красоты. Но я же, в общем-то, не захожу. Я просто, как вы понимаете, хожу вдоль. Ну вот, показываю. И опять, понимаете ли, друзья, кому-то не понравилось. Вот как это так, что я хожу и показываю дома, садики, цветы. Что же это такое? Просто человек написал с таким возмущением. И вообще, вы знаете, вот негатив этот, он настолько достал, что иногда просто руки опускаются что-либо вообще делать и показывать. Вы знаете, вот, когда я была полна оптимизма и с веселым настроением делала вам видео, что-то как-то просто меня опустили. И все меньше и меньше желания как-то что-то объяснять, рассказывать, показывать. Просто даже не знаю. Кстати, вот этот вот куст, вот видите, это, знаете, розмарин, который используется вот в приготовлении пищи. Запах очень специфический. Вот такой вот куст розмарина. Гладиолусы. Гладиолусы какие-то очень мелкие, кстати. Вот еще очень симпатичный, колоритный дом такой. Посмотрите, какой грандиозный цветник. Какие розы уже. Дома очень крупная роза. Но по три, но по пять. Здесь вот мельче. Другого цвета. Великолепный сад. Колоритный дом. Дом очень старый. Вот такой. И здесь еще впереди тоже розы. Запах, друзья, просто потрясающий с ног сшибательный. Показываю дальше. Здесь прям один за другим. Такие палисаднички перед домами. И все зацветающие розы. Посмотрите, как красиво. Вот почему-то здесь стоит чей-то сапог потерянный. Оригинально. И посмотрите опять, какие крупнющие цветы. Цветы. И там. Не знаю. Мне кажется, что розы тоже великолепны, когда они начинают так обильно цвести. Всех цветов. Всех оттенков. И всех размеров. Ой, опять какие огромные. Посмотрите, какой он огромный. Такой огромный. Очень красивые цветы. Просто специально прошлась с вами вдоль. Вот по этой вот красивой улице. С видом на пролив. И вот такие шикарные садики перед домами у людей. Потрясающей красоты цветы. Здесь же по этой же улице посмотрите современные дома. Рядом со старинными также присутствует этот севьюх отель. Вон видите там. А здесь еще хочу вам показать. Вот смотрите, насколько разная жизнь. Вот видите, кабриолет стоит. А у него открыта крыша. Это он стоит на парковке. Вот так. Абсолютно открыт. Видно вам, да? Без проблем. Оставлен на парковке. У нас... Вы можете так? Поэтому я специально заостряю ваше внимание и показываю вам вот такие вещи, которые для нас скорее всего даже трудно трудно понять. Или может быть сейчас у нас тоже оставляют вот так вот открытые припаркованные машины кабриолеты. Расскажите мне, если кто-то видел такое в наших русских российских городах. Это не платная парковка, не охраняемая парковка. Это просто на улице припаркованные машины. Посмотрите. Видите? Поймите, насколько разная жизнь. Еще раз. Вот здесь по лесенке можно спуститься вниз и будет вам море. Вот такой шикарный берег, вот такой красивый вид. Посмотрите, сколько лодок стоит пришвартованных. Здесь очень многие имеют как автомобиль, так и лодку, катер какой-то. Бывает катамаран даже большой, бывают какие-то маленькие яхты. Тоже вам показывала. Ну, а чаще всего просто вот такие вот лодки. Посмотрите, очень прозрачная вода. Очень чистая. И спокойный океан. А вот там на камешках, если видно вам, мужчина стоит со спиннингом, ловит рыбу. Скорее всего, тоже для удовольствия. Очень спокойное море, очень прозрачная вода. Красиво. Вот такой вид.